МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее о том, какой была минувшая неделя в сводках столичных огнеборцев. Минск чрезвычайный. Без пострадавших обошелся пожар в столице в понедельник. Вечером на улице Притыцкого гореть начало арендуемое у минского предприятия по производству вычислительной техники подсобное помещение. В нем коммерческая фирма складировала деревянные поддоны, пластиковые ящики и хозинвентарь. По одной из версий, пожар мог возникнуть из-за оставленного без присмотра обогревателя. Виновный в инциденте сейчас устанавливается. Во вторник спасатели помогли ребенку, застрявшему в детском стульчике. ЧП произошло около 10 утра в квартире на улице Тухачевского. Двухлетняя малышка застряла между подлокотником и сидением. Спасатели освободили ее, разобрав деревянный стульчик. Девочка при этом не пострадала. Забегая вперед, скажу, что еще дважды на минувшей неделе работники МЧС выезжали на помощь детям. В субботу в квартире на улице Калиновского двухлетний мальчик засунул пальцы в щель дверного проема межкомнатной двери. А в воскресенье вечером в одной из квартир на проспекте Рокоссовского заложницей пластмассовой игрушки стала трехлетняя девочка. Уважаемые родители, внимательнее следите за своими детьми, особенно малолетними. И по возможности рассказывайте им об опасностях, которые тают в себе, казалось бы, привычные нам, взрослым, вещи. Минск чрезвычайный. В среду днем в дежурную службу МЧС по номеру 101 поступило сообщение о загорании кровли частного дома в первом юношеском переулке. Прибывшие на место вызова спасатели оперативно ликвидировали пожар. Его причиной стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. Предполагаемое виновное лицо – рабочий, ремонтировавший кровлю. В среду вечером в Минске вновь был замечен обитатель террариума. Спасатель отловили змею в гостинице на проспекте Победителей. Инцидент произошел в холле на четвертом этаже. Именно там обнаружили яркую бело-оранжевую змею. Выяснилось, что постояльцев напугал маисовый полос альбинос – североамериканская неядовитая змея. Сейчас ползучий постоялец в зоопарке в ожидании своего хозяина. Пока неизвестно, как змея попала в гостиницу и принадлежит ли она кому-то из постояльцев. Необычная спасательная операция развернулась в четверг на улице Неманской. Помощь спасателей понадобилась жителю столицы, который застрял в мусоропроводе. Как выяснилось, в столь странном для посещения месте 24-летний парень оказался не случайно. Он был в гостях у знакомых и решил выбросить мусор. Правда, вместе с отходами уронил и ключи от дома. Проявив излишнюю браваду, он сам попытался их достать. По каналу мусоропровода с девятого этажа он спустился до шестого. Ключи-то он достал, но вернуться уже не сумел. На помощь ему пришли бойцы МЧС. Они вызвали ли пленника и передали врачам. Предварительный диагноз – травмы тазовых костей и головы. Пострадавший был не трезв. И это усугубило ситуацию. Также в этот день два человека пострадали в результате ЧП, которое случилось в одном из гаражных кооперативов в столичном микрорайоне Лошица. Примерно за 15 минут до полуночи в боксе, где предварительно установлено ремонтировали 24-летнюю Хонду двое мужчин, во время сварочно-кузовных работ вспыхнули пары топлива. Взрывной волной буквально снесло стены еще и двух соседних гаражей. 21-летних мужчин забрала скорая. Травмы различной степени тяжести – результат нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Не обошлось на прошлой неделе и без загорания автомобилей. В субботу вечером в результате, скорее всего, короткого замыкания на улице Прушинских загорелся «Опель Астра». Оперативно прибывшие огнеборцы потушили его. Однако огонь успел повредить моторный отсек, капот, передние бамперы, крылья и фары авто. Помните, что значительно снизить риск возникновения подобных происшествий поможет своевременная диагностика состояния вашего автомобиля. Минск чрезвычайный. К сожалению, наряду с загоранием автомобилей беспечность граждан приводит и к пожарам в жилом фонде столицы. Причиной пожара в Трешке на проспекте газеты «Правда» в субботу около Полуночи стал очередной нетрезвый курильщик – 40-летний сын хозяйки квартиры. Оперативно прибывшие огнеборцы справились с огнем. К счастью, никто не пострадал. МЧС снова и снова напоминает о недопущении курения в жилье, особенно в нетрезвом состоянии, а также просит обратить внимание на тех, с кем вы живете рядом. В воскресенье поздно вечером жителям частного дома по улице Геологической пришлось изрядно попариться. Из-за конструктивных недостатков теплогенерирующих агрегатов и устройств печь была самодельная. Загорелась баня. Когда пожарные прибыли на место вызова, выяснилось, что загорелись деревянные элементы и кровля бани на площади 20 квадратных метров. Пожарные оперативно справились с огнем, а вот баню придется восстанавливать специалистам. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации печного отопления. Перед началом отопительного периода подготовьте печь к работе. Очистите домоход от сажи, заделайте трещины и побелите ее. Топите печь несколько раз за день понемногу и не менее чем за 2 часа до сна прекращайте топку печи. О происшествиях сегодня все. В конце хотелось бы напомнить, что в эти дни в республике проходит акция «Молодежь за безопасность». В рамках ее минские школьники, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных посещают домовладения инвалидов, ветеранов и многодетных семей. Они не только рассказывают о безопасности, но и оказывают шефскую помощь. Будьте здоровы, соблюдайте правила безопасности и до встречи в следующий вторник. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова